Еще в начале весны в столице республики стартовал проект улицы героев в Чебоксарах. В школах города в его рамках стартовала передвижная выставка, посвященная памяти наших героев. Первой точкой, где развернулась экспозиция, стал Чебоксарский хлебозавод номер два. Это утро для сотрудников Чебоксарского хлебозавода номер два оказалось насыщенным красками. Для тех, кто хоть на мгновение задержался у детских работ, время остановилось. По словам Ирины Комаровой, это не просто рисунки, это глубокие размышления о том, что никогда не должно повториться. Мы с утра пробежали мимо, но в обед пришли смотреть специально. Дух патриотизма, родители стараются передать все вот это наследие детям, и они смогли это изобразить, трогают душу. И мы будем думать, что многие другие люди, куда повезут выставки, тоже посмотрят и порадуются за всех. Выставка передвижная, а это значит, с экспозицией смогут ознакомиться и другие коллективы города. Планируется охватить около 50 предприятий. История жива, наши дети помнят и чтят наших людей, наших стариков, наших, вот кто воевал. Очень горды за нашу республику. Проект поддержал Боготворительный фонд «Возрождение», в рамках которого в марте в школах города ребята ставили театральные сценки на военную тематику. Все участники этих мероприятий получили буклет с тематическими иллюстрациями «Улица героев Чебоксарах». Своеобразную летопись тех событий теперь пишут они сами. Благодаря управлению образования, то, что они очень поощряли и способствовали различным мероприятиям и марафон открытых эфиров, и постоянное взаимодействие с коллективом, получается, учителей и учащихся в школах в процессе онлайна, конечно, это вдохновлялось, это давалось больше возможности детям рисовать во время как раз пандемии, для того, чтобы немножко отвлечься от этих процессов и в то же самое время поинтересоваться историей своего рода. Всего в фестивале рисунков приняли участие более 25 тысяч школьников. Авторах лучших работ ждет награда. Поездка в музей на Поклонной горе в Москве. Разумеется, как только снимут коронавирусные ограничения. Часть рисунков школьников превратится в праздничные открытки. А пока ознакомиться с творчеством юных художников можно виртуально. Выставка запущена в соцсетях.